Возможность осизать и обонять красоту мира предлагают слабовидящим и людям с ограниченными возможностями здоровья ивановские благотворители. Они разработали проект сквера под названием «Мир на кончиках пальцев». Проект продуман и даже просчитан. Цена вопроса 7 миллионов рублей. На эти средства участок земли примерно в 750 квадратов будет облагорожен. На нем планируется высадить многолетние, неприхотливые в уходе и в то же время красивые растения. Поставить качели и снаряды для отдыха особенных детей. Ребята смогут познавать окружающий мир. Это и тактильные ощущения, потому что от маленьких коротеньких суккулентов, переходя к большим растениям, розам, которые можно потрогать, пощупать, кустарники, мягкие дорожки. Дорожки специально насыпанные, чтобы можно было их перебирать руками, ходить босиком, опять же, как дорожки здоровья. И парк круглогодичный, потому что зимой там будут оставаться кустарники, ели. У нас очень много снега выпадает, поэтому с ним можно тоже творить разные чудеса. Проектом запланировано несколько зон в сквере. В одной ребята с нарушениями зрения смогут потрогать и понюхать душистые растения. В другой походить по дорожкам здоровья. В третий отдохнуть от городского шума и поиграть. В качестве места для своего проекта авторы идеи рассматривают эту территорию. Это литературный сквер. Располагается он достаточно удобно в центре города. Есть подъездные пути и небольшая парковка. Но, пожалуй, самое главное, что находится он на самом посещаемом маршруте для этой категории людей. У Ивановской библиотеки для слепых. Выделение места под сквер в городе одна из главных проблем. В вопросах межевания и зонирования много тонкостей. Но авторов идеи создания особенного сквера вполне бы устроили уже облагороженные участки. Такие, как детский парк на улице Комсомольская или парк Степаново. Есть необходимая инфраструктура. Кроме того, осенью прошлого года там уже появилась сенсорная дорожка для детей с расстройствами аутистического спектра. Но проблема размещения все же вторая. Первая касается финансовой стороны вопроса. Поскольку проекты эти не могут осуществиться без помощи администрации, отцов города, бизнес-сообщества. Именно вот в этом и заключается затык. Эти проекты требуют определенных вложений. И вложений немалых. Но я хочу сказать, что эти вложения оправданы. Не просим мы пока денег с администрацией, потому что мы понимаем, что область находится сейчас не в лучшем состоянии. Но, тем не менее, хоть какая-то возможность финансирования этого проекта, она должна быть, наверное. Идея и волонтеры есть. Впрочем, как флористы и ландшафтные дизайнеры. Спонсоров благотворители хотят найти сами. И все организационные вопросы берут на себя. Единственные активисты очень хотели бы встретиться с мэром и руководителем городского парламента, чтобы презентовать им проект. И рассказать, что сквер для слабовидящих в случае, если таковой появится, станет настоящей гордостью и визитной карточкой областного центра. Это пример инвестиций, которая с лихвой окупается. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.